всем привет дорогие друзья с вами арсений сеня твороженко вот так вот еще мою фамилию исковеркали ну нельзя сказать что исковеркали немножко подровняли сегодня очередной выпуск моей программы цех 9 который спонсирует компания тессора в этот раз я проанализирую игру virtus pro против нацию инсайра на карте day season в рамках star ladder а матч получился достаточно таки интересным команда navi проиграла и собственно почему она проиграла я надеюсь вы поймете из этого выпуска всем привет еще раз всем пока сразу же ну и ставьте пальчики вверх приятного просмотра ну что ж вот у нас counter strike я заодно хотел бы вам показать вообще как смотрится у нас демо записи не все умеют делать открывается консоль дорогие друзья пишется следующая команда demo ui demo ui команда которая отвечает за такое вот окошечко небольшое это собственно demo player с помощью него очень удобно теперь прогружать те или иные демо записи нажимаем на кнопку load это загрузка принципе я так думаю что можно из любого места вообще загружать нас демо главное чтобы окончание этого файла была .dem ну я по старой привычке уже изначально закинул нас демки в папку с counter strike а потому что я в принципе через консоль смотрю просто командой play demo но решил вам показать через менюшку здесь у нас два файла один больше один меньше но при этом на одном название second demo я так понимаю игра была задедошена и у нас демка разбита на две части видимо на одном сервере сначала ребята играли потом на втором ну давайте смотреть сначала первую если что прервемся на пару секунд прогрузилась у нас демка и и нужно я так думаю закрыть это окошко но сама самая хорошая вещь это самая хорошая вещь ага демка у нас по моему вообще даже началась я так подозреваю а нет гоу пишут нас команды только что-то у меня тап абсолютно не работает у меня есть небольшие бинды должны быть небольшие бинды у меня их нету бинтов 8 скриншот бинтов 7 снэпшот я сразу же с вашего позволения забинжу первых эту табличку маленькую на удобную себе кнопку и во вторых по моему там дэму дэму тайм скейл называется команда эта команда которая узко должна ускорить те моменты которые нам не нужны то есть просто будет быстрее у нас демка прогружаться и дема скейл один на f7 в итоге я могу вот таким вот образом быстро ускоряться и в нужное время делать демку медленный по моему не 1 0 нет не 0 все таки все таки 1 а какой дема скейл у нас дема тайм скейл по дефолту ага по дефолту можно просто значит вот так вот сделать ускорили где это нам нужно ну и дальше смотрим 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 матч по-прежнему начинается я так кстати подозреваю что нужно было открывать все таки второй файл команды пишут гол в рамках старладера игра дорогие друзья карта дэсизон я кстати хочу вам сказать что нави на удивление вышли впервые вообще без вопросов на финал старладера сразу же с первого места в группе впервые в этом сезоне используется интересная нестандартная система проведения онлайн части у нас две группы по 8 команд команды которая занимает первое место в группе она выходит непосредственно на ламп финал сразу же в полу финал но остальные там еще между остальные команды еще потом ведут перекрестную борьбу друг с другом так don't possible это у нас еще не игра друзья только что были отыграны ножи нави пишут рейди ну и матч начинается карта дэсизон друзья нави у нас за атаку карту которую мы в принципе видим все чаще и чаще раньше играли только на лиге эссея теперь же играют не только здесь у нас башня у нави интересная в мидли зевсконтролит б интересно начало от команды нави просто халдят никто никуда не идет обычно у нас ходят то на б сразу то на а рашат и соответственно видите поляки сразу укрепили у нас точку а решили угадывать и два игрока находятся у нас на б один непосредственно на б пленте в этом вот отростке и соответственно снагс чекает у нас во первых трубу и если что готов быстро халпануть на поэтому принципе поляки решили укрепить как раз таки плент а но нави пошли под б там у нас находился даня зевс который контролировал аркаду сиз находится в дверях начинает машнить немножко тем самым создавая некую иллюзию что под а плентом находится кто-то в итоге денис вообще себе позволил выйти в мид играет крайне нельзя сказать что неаккуратно но опять же задача дениса навести здесь как можно больше шороха он начинает денис напрягать нас а плент в итоге на него уходит три игрока и денис получает свой заслуженный хэдшот тем временем выход от команды нави вообще на противоположную позицию не убивает отличным хэдшотом у нас зевса и в принципе нави должны были этот раунд проигрывать но как всегда решает нас а им кстати нави может его еще и проиграются но должны проиграли скорее всего остается один ваня эдвард будут ли демки мувики нет ванька не а имет ну и можно делать в принципе уже первую паузу хотя пауза не нужно пока как дефузит в чем первая ошибка ошибка в том что денис костин сыграл абсолютно ужасно вместо того чтобы сыграть аккуратно зайти как-то спину навести действительно шороху отойти потом прийти к своим ребятам через мидл он просто пошел там бегу бегу всех убью на виду просто на машню хотя ну я понимаю вдвоем втроем так машнить одному игроку первое главное правило это конечно же не умирать то есть лучше не навести вообще того шороху тем более что может один игрок ну что он может все профессиональные игроки и так понимают специальные команды знают что ну могут посчитать и понять что это фейк что скорее всего один машнит здесь конечно же нужно было просто не умирать это главный факт от которого должен был отталкиваться у нас но увы он решил просто побежать на пролом попытаться на халявить какой-то хэдшот в итоге ничего не получилось и дениска погибает нави выходит на противоположную позицию но там уже нео попал сначала фичный хэдшот на отходе ну и сумели распетлять в большинстве дальше нави как всегда делают волевушку заходят они через миддл убивают у нас таза очень хорошо друг за другом пошли на размене вот кстати то о чем я говорю друзья практически всегда во первых своих матчмейкингах во вторых в тех матчах которые я комментирую эдвард убивает нео минус бьяли ответочка неплохая паша уже уходит на сейф ну и снакс уходит на сейф эй основная тяжелая вещь для дефенса на карте the season это конечно же дистанция на этой карте здесь очень тяжело халпать поэтому здесь нужно индивидуально хорошо отыгрывать давайте вернемся немножко назад где у нас тут переключатель по раундам значит сейчас 1-1 счет это и отмотал на гигантского раунда вот он вот он этот раунд закрываем наше окошко и включаем таза дорогие друзья таз кстати поставил аватарку с фото с фотографией 2005 года тогда таз был еще не лысый смотрим за тазом таз у нас отвечает за боковуху рядом с ним находятся бьяли на халпе и вот здесь видимо команды как-то ребята точнее не договорились друг с другом хотя в принципе нет таз у нас смотрит мэй нави вот начинают проходить но вот опять же нави идут круто на размен и и вернемся а подловили полу позиции таз выбрал не самую хорошую точку ну тут вот опять же есть множество вещей которые я хотел бы обсудить первая вещь первая вещь друзья это то что нави очень хорошо вышли друг за другом на размен вот могу ли я карту да могу карту открыть и даже могу на ней рисовать во время паузы просто так называемый змей первый раз я услышал такое название от дани зевса капитана команды нави змей можно делать на любую точку и на любой карте будь то season будь то даст будь то что угодно просто идете друг за другом первый смотрит лево второй смотрит право как только первый делает хэдшот или первый умирает но быстро же дает инфу его максимально как можно быстро нужно разменивать дальше вы занимаете план дальше вы размениваетесь с хелпующим игроком точно также в любом случае ставится бомба и уже в ситуации 3 в 3 с взятым плентом выигрывается с большой долей вероятности тот или иной раунд то есть я думаю все согласны что в ситуации 3 на 3 на любой карте на любой точке с установленной бомбой конечно же шансов у террористов больше и на уровне опять же мега супер пупер про команд террористы берут 70 80 процентов таких раундов ну возможно есть какая-то разница и различия в интернет матчах это все конечно же принимается но в целом на лане на серьезной игре когда все разыграны когда принципе фактор волнения он уже уходит на задний план то есть там идет какой-то там пятый шестой седьмой раунд то есть когда уже все вроде как в игре то конечно же террористы они должны такие раунды щелкать и здесь navi продемонстрировали очень опять же хорошую игру тимплей пошли зашли на размен взяли точку и все вертуса же сделали просто дефолт два игрока на б причем вот очень важно выбирать правильную позицию тасс вроде как смотрел боковой а потом он договорился с биали что мол я возьму мэйн а ты будешь отсюда смотреть боковой и в итоге тасс позицию таки не занял хорошую да вот он там минжевался искал куда же стать и navi просто в этот момент начали выходить поэтому тут конечно же желательно если вы уже приняли решение принимать там бок вы принимаете бок если вы приняли решение взять мэйн то вы сразу же берете мэйн и находите эту позицию в течение там секунды двух нельзя просто взять середине раунда вот в те в то время когда уже соперник должен выходить на точку просто пойти и пойти и пойти и пойти начать просто искать себе точку в тот момент когда игроки атаки начинают выход продолжим так кстати если я во время паузы нажимаю time scale 8 нет не работает эта штука нужно вот так отжимать резюм очень жалко что эта табличка кстати не закрывается на той же кнопке нужно всегда клацать на крестик ну ничего страшного давайте проматываем умирают у нас оставшиеся игроки и соответственно начинается у нас антияка раунд самый тяжелый раунд для команды navi вот опять же у нас один гвардиан в трубе и где-то догоняющий игрок с бомбой я не большой поклонник такого розыгрыша я считаю что первый игрок но вообще команда должна держаться вместе первый может идти с пистолетом на размене и как-то так действовать возможно ну тут немножко можно себе позволить другую игру особенно на карте day season оттолкнуться от дистанции от девайсов так начинается у нас вроде как дедо ставится пауза счет 2-1 я не знаю правда дадут ли дадут ли у нас этот раунд или нет смотрим пауза у нас стоит достаточно долго но в принципе я поставил быструю перемотку я думаю сейчас все пройдет друзья тут буквально по моему в 10 раз все быстрее у нас происходит с вами ну и соответственно на карте да на любой карте мне вообще очень импонировало в свое время эти эко-раунд от команды titan Когда-то они назывались Вэри Геймс, они на втором раунде вообще покупали или все узишки, или вторые арморы играли с пистолетами и рашили какую-то позицию. Это им давало в первую очередь уверенность в себе, это им давало большой процент взятия того или иного раунда за счет того, что они держали все время вместе. Да, они могли нарваться на засаду, но при этом у них есть вторые арморы и у них есть мобильность за счет пистолетов. Они бегали, прыгали, использовали гранаты и знаете что, много таких раундов они взяли, хотя потом почему-то перестали так играть, ну и точно так же стали отдавать раунды. Я все-таки за то, чтобы команды держались вместе и за то, чтобы возможно какого-нибудь разведчика отправляли на тот или иной план. Так, что-то у нас до сих пор пауза не отжимается, подходит у нас к концу ползунок, поэтому скорее всего придется загрузить вторую демку. И уже там матч продолжится. Ну, вообще DDoS, друзья, это проблема не только Counter-Strike, это проблема и больших веб-порталов, разных компаний, которые торгуют в интернете. Ну, в общем, всех сайтов, которые ведут деятельность через интернет. Компании, ну, сайты, понятно, не в интернете. Итак, демка у нас-то заканчивается. Мы пишем опять демо UI и теперь загружаем вторую часть на карте The Season. Вот он, Second. Есть, 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 есть. Теперь ждем, пока команды зайдут. Админ должен будет сейчас прогрузить у нас нужный файл. И матч продолжится, я так понимаю, со счета все-таки 2-1. Ну, я думаю, это нормально, потому что Na'Vi заслуженно взяли у нас второй раунд, во всяком случае. И потом, в любом случае, Эко. Деньги у поляков есть. Вроде как, да, все готовы. Счет 2-1. Na'Vi ведет. Ведут они в атаке. Я считаю, что атака сильная сторона на карте The Season, потому что, опять же, перетяжки здесь очень такие длинные, неприятные. Ну, с другой стороны, видите, Na'Vi один у нас под B. Na'Vi решили сделать дефолт. Дев занимает гвардиан, опять же, пятачок под B. Начинает проходить. И вот уже на этом этапе я считаю, друзья, что это, ну, просто неправильно. Вот она карта. Во-первых, гвардиан. Он один на пятаке, да. Зевс вроде как рядом, но на самом-то деле не рядом. Он находится вообще в переходе, рядом, в отростке. Если убьют гвардиана, ничего не произойдет, да, никто его не разменяет. Если убьют Зевса, если, например, игрок будет, да, вот здесь находиться в нычке, то есть перед Даней. Он просто закрысит, убьет капитана команды, заберет Девайс. Тоже гвардиан никак его не разменяет. Точно такая же ситуация у нас у Сизда, у Эдварда. То есть никакого размена. Это, кстати, слабое звено, так сказать, слабый элемент вообще во всей структуре команды. То есть, если вы обратите внимание на шведов, на фнатиков, на нипов, там всегда игра на размене. У Na'Vi же никто никого практически никогда не разменивает. Хотя мы видели только что второй раунд, он был действительно очень крутой, когда Na'Vi сделали волевой бай, зашли через центр, через мейн и сумели взять раунд. Но, опять же, здесь просто каждый игрок команды контролит карту и вроде как пытается аккуратно, да, аккуратно пройти. И потом, если что, можно будет сказать, ну я же аккуратно, я же аккуратно, я вот все сделаю как так вот. О, видите, хэдшот. Все, получил у нас Даня Зевс, в ответочку получил. Нео убивает гвардиана, Зевс красный и уже первая проблема на Эко. А все потому, что пошли, ну, даже не в пятером, просто в пятером пошли бы на Б. Все бы произошло точно так же, но при этом ребята бы друг друга разменяли. Заняли бы плент, поставили бы бомбу и взяли раунд. Биали перестреливает Эдварда, просто, опять же, можем вернуться к этому моменту. Ну, поставим на паузу. В чем, давайте смотреть, так, как я карту могу сделать, а вот. В чем преимущество Эдварда? Или вообще, в чем преимущество команды Na'Vi сейчас, спрашиваю я. И отвечаю сразу же. Преимущество в девайсах и преимущество в том, что можно сыграть вместе. Когда же игрок атаки выходит сам в мидл против пистолета P250, у него, да, есть преимущество, но оно абсолютно незначительное. То есть пистолет P250 в Counter-Strike Global Offensive при попадании в голову снимает очень много ХП. Там 89, 87, возможно, 90. Остается в итоге 10 ХП, остается попасть просто пулю куда угодно, и товарищ отлетает. Собственно, это и произошло с Ваней Эдвардом. Он не заимил, а команда противника заимила в ответ. Почему Ваню Эдварда сразу никто не разменял, непонятно. Но был у нас на месте Старикс. Опять же, просто стечение обстоятельств на самом деле. Потому что, ну, если бы это была тактика, если это было запланировано, Старикс бы сразу вышел с Эдвардом. И они бы вообще, во-первых, вместе бы убили игрока защиты и не допустили смерти Эдварда. Или же Старикс максимально быстро разменял игрока, который убил Ваню. Но этого не случилось. Давайте смотреть дальше. Где у нас, где у нас мое меню? Отжимая. Пошла игра. Команда Na'a аккуратно занимает Аплэнд. Сист заходит в дым. Тут у нас уже Нео, Сака, который ему был подарен. И Na'Vi, как всегда, аккуратненько, аккуратненько. Но при этом проигрывают, скорее всего, Экораунд. Еще это не факт, но в любом случае сыграли они ужасно. Они отдали девайсы. Они сделали все для того, чтобы игроки защиты почувствовали, во-первых, уверенность. Начинается у нас выбивание. Благо, здесь позиции масса. Бомба стоит. И все-таки команда Na'a раунд берет. Но потеряли они всех. СNAX выживает. Ситуация один в один. Счет 3-1. Полный бай у команды. Виртус Про. И, опять же, посмотрите, насколько было сейчас важно. Так, у меня почему-то ТАП не работает. Почему не работает, я не знаю. Возможно, заработает в следующем раунде. Но вы сейчас увидите. Если ребята из команды Виртус Про возьмут раунд, тогда у Na'Vi просто не будет денег сделать бай. Эдвард у нас погибает. Na'Vi начинает занимать мидл под гранаты. Замечает Нео возле вентиля. Есть размен. Неплохо. Гвардия забирает на спашу. Старикс при этом вентиляции. СNAX бегает у нас под Б. Na'Vi халдят. Бьяли у нас находится на аппланте. ТАС возле боковухи. В принципе, можно зажать любой плент. И вот, опять же, начинается фейл в исполнении Зевса. Повезло, что убил Бьяли, называется. Пошел сам. Хотя, точно так же, Бьяли мог делать свой килл. Собственно, вот ТАС делает свою работу. В какой-то момент Na'Vi только что нужно было просто остановиться. Собраться 2-2 на своих позициях и идти уже на размен. Например, если Зевсом был бы какой-нибудь его тиммейт, и они бы вдвоем давили халпу, они бы точно убивали Бьяли. Ну, вы скажете, Зевс и так убил Бьяли. Но это сейчас. На самом-то деле Бьяли смотрел его в смог и должен был делать килл. И в любой другой ситуации Na'Vi бы отдали бы этот раунд раньше. В итоге остается один Гвардиан. Против двоих. Времени у него нету. Бомба устанавливается. Его взрывают. ХП становится очень мало. И остается попасть один патрон. Снак справляется. И поляки берут раунд. Бомба стояла. Возможно, у Na'Vi появятся деньги. ТАП. Увы, друзья. Увы, ТАП не работает. Но это баги CSGO. В итоге, что мы имеем? У Сизда 2, 3. Ну, за счет установленной бомбы команда Na'Vi все-таки сумела сделать бай. У Гвардиан, правда, нету снайперской винтовки. Хотя Na'Vi отталкивается от AWP. И AWP теперь появляется у Паши. Ну и, соответственно, что я хотел сказать. Главный вывод, опять же, прошлого раунда. Да не только прошлого. Na'Vi нужно было остановиться, собраться вместе. И вот есть такая привычка не только у Na'Vi. У всех команд. Да и у вас, наверное, на матчмейкингах или на ваших тренировках, когда вы играете команда против команды. Вот каждый начинает как-то потихонечку, по чуть-чуть проходить. Иногда это правильно, если это делают все на всех точках. Но когда капитан команды говорит там, стоим, ждем. А при этом кто-то из игроков все-таки аккуратно, вот... Да, аккуратно, но начиная действовать, это абсолютно неправильно. Это расшатывает, конечно же, всю команду. Поэтому здесь допускает ошибку, в частности, капитан, которому просто не нужно было никуда лезть. Нужно было встать, подумать, собрать инфу еще раз. Особенно, если время есть. То есть, когда у вас минута, минута 10, 50 секунд, можно себе позволить остановиться, подумать и только тогда уже действовать. Ну, тут Тасс очень хорошо отыграл, убил двоих возле бокового и взял, собственно, раунды своих ребят. Продолжаем. Продолжаем. Возможно, последний бай перед эко от команды Na'Vi. Na'Vi халдят. Денис отвечает нас за боковой. Зевс действует через дверь, прилетает к нему... Вот, кстати, флешку почему-то не кинули, только смог в мейн. Хотя, если бы была флешка, Зевс бы точно убивал бы игрока, который, возможно, стоял бы близко. Но, сыграли без флешки. Зевс начинает у нас действовать. Откидывает флешку. Na'Vi подходит. Вот, бомба, бомба задержалась. Где-то ее скинули в начале. И тут уже на этом этапе мог быть небольшой фейл. Na'Vi начинает раскидку. Зевс выбирает долго и нудно куда. Кинуть смог и какой фейл от капитана. Смоки нужно тренировать. По 15 минут в день, друзья, нужно тренировать все смоки на разных картах. Если бы Зевс занимался таким тренингом, конечно же, команда Na'Vi играла бы намного лучше. Паша делает размен. Na'Vi вроде как синхронно заходит на точку. Но здесь уже очень много игроков защиты. Хотя Na'Vi заняли плент. Еще один фейл. С гранатой связанный. Сид взрывает Зевса. Na'Vi уже в меньшинстве. Полякам нужно просто собраться вместе в кучку и начать выбивание. Что самое главное, подождать с Накса. Но они этого не делают. Умирают в итоге все. И Na'Vi этот раунд берут. Неплохая работа. Сейчас становится 2-4. Но гранаты в этом раунде просто зачетные. Хотя, конечно, нужно всего лишь 15 минут в день на протяжении месяца. Ну, вообще, просто взять и тренировать. Я вот заметил, друзья, что у меня... Что у меня в левой руке, во-первых, был девайс. Во-вторых, прицел был мой игровой. Поэтому пока не поздно. Я, давайте, поменяю эти настройки. Экзекнул свой стримический континг. И вот сейчас, кстати, на них сыграли очень хорошо. Они на эко, друзья, вместе собрались кучу. И просто пошли на бет. Друг за другом. Опять же, тактика змей на размене. Я это всегда только приветствую. Зевс красный и дарк красный. Но при этом все выжили. Остается забирать нас только последних игроков. Вот он, ТАС. Ну, и ТАС будет заниматься тем, что... Здесь уйдет в жертву. Жертва приходит. Так, а почему... А, теперь у меня сбились настройки. Я экзекнул конфиг. F7. F8. И демо UI на слэш. Есть. Нави. Что теперь нам предложить, ребята? Ребята решили пойти вместе, опять же, в боковую. В боковом у нас гяли. Делают свои киллы. Пошла перезарядка. Подловили у нас в итоге ТАЗа. В меньшинстве команда Нави. Но вот плохо сыграли парни на размене. Давайте смотреть из глаз, наверное, какого-нибудь... Какого-нибудь... Ой-ой-ой-ой. Неправильное сделал. Я не вместо раунда. Раунд второй. Вот так вот, по-моему. Да. Давайте смотреть из глаз Синга. Вот они, Нави. Баркан забирает. И вот здесь, вот на этом этапе, нужно бежать. Вот в этом характерная разница между нашими командами и шведами, да и вообще любыми иностранцами. Когда вы делаете минус, когда вы знаете, что есть еще один игрок, побегите, разменяйте его. Даже если умер бы, например, какой-нибудь Эдвард, команда бы Нави смогла выйти вдвоем на плент А. Они бы забрали Бьяли, они бы были 2 в 3 на супер-мега-большой карте. Сумели бы поставить, скорее всего, бомбу и разыграть. Сейчас же они все равно в меньшинстве 4 в 3. И вынуждены просто ходить по карте. Но поляки. Поляки тоже сизон особо, я так смотрю, не тренируют. И не самые жесткие ребята на этой карте. Нави перегруппироваются, уходят на бэп-плент. Эдвард убивает Пашу. Остается у нас Бьяли. Человек, которого могли вообще сразу убивать. И в итоге Бьяли делает сейв. Нави все равно берут раунд. И счет, смотри, это 6-2. Эко от команды Virtus.pro. Опять идут у нас в боковой. И вот еще одна стычка. Таз начинает давить. Видит игрока атаки. И Нави делает свои киллы. Занимает апплент. Ставят бомбу. Бомба взрывается. Счет 7-2. Поляки решили играть теперь без АВП. Занимают они мидл. Нави не торопится. Халдят. Откидывают гранаты. Эдвард занимается дефолтом своим. Венди. У нас какой-то Гвардиан играет в лице Кастре. Ну, видит игрока защиты. И в итоге, смотрите, как вот кто дэмэджа получил. Нео 78 хп, а у Гвардиана 26. Как-то Гвардиан не очень уверенно прошивал вентиляцию. Эдвард при этом решил... Как сыграть? Вместе с Зевсом они делают размен. Баха-бах. Баха-бах. Не знаю, что это значит. Дайна Зевс всегда отличался интересными выражениями. Ну и Паша, кстати, тоже. Ху-ху-ху. Итак, теперь очень похожая ситуация у нас на пистолетный раунд. Когда Эдвард остается сам. Его команда начинает действовать. Ну и здесь что главное? Здесь, наверное, важно, чтобы ребята начинали размены. Эдвард заходит... Ой-ой-ой, неприятно в спину. Если бы Эдвард делал этот килл, скорее всего, парни бы брали бы раунд. Потому что, в любом случае, с Накса бы тоже келяли. Ставилась бомба и можно было разыгрывать. Но тут просто индивидуальная ошибка. Хотя Нави делали все достаточно-таки верно. Счет 7-3. Пока что атака неплохая. Паша делает свой килл. А где он его делает? Паша играет близко в мидле. Я так понимаю, просто прошил у нас неприятных игроков атаки. Нео келяет тем временем у нас Даню Зевса в Зиге. И вот Нави позволили себе индивидуально просто сыграть. Ну, в частности, Даня Зевс. 4 в 5, скажете вы. Можно такое позволить. Но я не всегда уже согласен с этим. Можно, в принципе, вчетвером и не идти действовать. Ну, потому что есть бытует мнение, скажем так. Когда ты в меньшинстве, ты можешь себе позволить играть как угодно. Потому что все равно шансов очень мало. И нужно делать размен. Иногда это верно, иногда нет. Иногда лучше все-таки вчетвером, даже вчетвером, пойти, например, на какую-нибудь там точку, где находятся два игрока, сыграть с ними в размен и взять раунд. Таз погибает. Остается один Снакс против троих игроков. Бомба устанавливается. Но Снакс очень вовремя подтянулся у нас. В итоге один на один. Он абсолютно вроде как не знает, где находится Сизд. И вот здесь, я так понимаю, Денис Костин допустит ошибку. Начинается дефуз бомбы. Ого-го-го-го! Нет, никакой ошибки не произошло. Там у нас Снакс пытался делать фейки, какие-то гранатами. Нажал дефуз, отпустил банку, кинул флэш. Но стандартный развод. В CS GO можно начинать дефузить. И при этом, если у тебя есть банка, сжатая в руках, ты можешь ее кинуть. Снакс так пытался сыграть, но ничего у него не получилось. Пока что все под контролем Na'Vi. Я даже не знаю, как они проиграли этот матч. За счетом 16-13. Вроде как доминируют парни. Но, видимо, какой-то раунд они все-таки неприятный отдадут. И этот раунд будет впереди. Возможно, этот. Эко в исполнении команды Virtus.pro. И вот, опять же, два игрока у нас уже в мидле. Два игрока где-то у себя на респе. Только сейчас начинают проходить. Гвардиан. Слышал ли таза, не знаю. Двери открываются. Заходит таз в спину. На халпе при этом у нас Снакс. Никто никуда не врывается. Таз погибает. Нет, этот раунд, я думаю, Na'Vi не отдадут. Снакс сейвит у нас след 5-7. Погибает от баки. 9-3. Ну и вот он. Вот он раунд, который... Все-таки Na'Vi должны проиграть. Хотя предпосылок пока что очень мало. Бьяли. Убивает нас сет. Ай-яй-яй-яй. Неплохо. Закрысил у нас Бьяли. Ситуация 3-3. Но вот обратите внимание, что на топовом уровне все решается просто в игре после размена. Никакой закидки. Только один раунд. И то Зевс фейланул со смоком. И как раз Na'Vi этот раунд, по-моему, проиграли. Нет, Na'Vi выиграли этот раунд. Никаких раскидок. Ничего. То есть просто выходы банальные вместе на стрельбу. А то это один Гвардиан против двоих игроков. Фейкует. Откинул смачок. Бомба установлена очень хорошо. У него ВП. В принципе, Гвардиан мог этот раунд брать. Но вот не поменял он, как всегда, свой девайс. Промазал. В итоге получил много демоджа. И это, по-моему, проиграет. Да. Проиграл раунд. Хотя, опять же, вовремя бы поменял где-нибудь на К-47. И все сделал бы точно так же. И взял бы раунд. Потому что один из игроков был красный. Na'Vi идут через боковой. Вот, опять же, друг за другом. Проверяются ближние позиции. Я напоминаю, как только здесь у нас происходит стычка, нужно бежать вперед. Первый, кто будет у Na'Vi на пути, это Taz. И вот, опять же, непонятно зачем. Останавливается игрок. Дают они время Taz'у дать инфу. Na'Vi делает все-таки килл. Начинается выход. Хотя, опять же, если бы Na'Vi выходили на размене, Taz бы по-любому умирал. Здесь же у Taz'а были неплохие шансы для того, чтобы просто погубить всю команду. Ну, не повезло, скажем так. Так, Варден убивает Пашу. Na'Vi в большинстве. Пять в три. Пойдут ли выбивать у нас лету с проб? Бьяли и Снакс. И вот он этот раунд, о котором я говорил вам, друзья. Остается Зевс против красного Снакса. Все-таки Na'Vi не Na'Vi, если не отдают такие раунды. Вот он. Вот он ключевой раунд, который стоил вообще всей встречи в команде Na'Vi. Потому что сейчас бы была эко. В итоге Na'Vi, опять же, на эмоциях, на дизморали. Судя по всему, отдадут на шестой полякам. Хотя Даня и Зевс выходят сам на Б на индивидуалочку. Но здесь, опять же, будет какая-то проблемка. Остается у нас Нео с АВП. А там два игрока красных. Гвардиан и Зевс. И еще ХЕ-шка для Гвардиана. Неужели Нео потащит раунд 1-2? Забирает он АК Вит. Нео четкий халаш. Он всегда может поменять девайс. И Старик все-таки берет раунд для команды Na'Vi. Хотя Na'Vi были где-то близки. Ну, небольшая пауза в игре. Точнее, в демке. В принципе, в принципе, Na'Vi отыграли первую сторону, я думаю, на четверочку. По пятибалльной системе. Уже не помню, да, на какие моменты я акцентировал внимание ваше. Но, конечно же, самый обидный раунд это предпоследний раунд, когда Na'Vi просто 5 в 3 подарили его полякам. Сейчас бы счет был бы просто 11-4. А это, поверьте, при общем счете 16-13, конечно же, достаточно-таки решает. Ну, в целом, провели встречу первую половину неплохо. Наши ребята. Давайте смотреть, как они сыграют в защите. Все зависит, как всегда, от пистолетов. Ну и, судя по счету, опять же, пистолеты, скорее всего, Na'Vi проиграли. Если поляки делали засаду у нас на Апленте, то команда Na'Vi решила сделать практически дефолт. Поляки начинают фейковать. Выход от Снакса. Вот один игрок прорывает Б-Плэн под несколько смоков. Рядом с ним находится Бьяли. В итоге точно так же, только на точку А заходит остальная команда. Виртус Про. Ваня Эдвард что-то понимает. Заходят в двери. Na'Vi стягивается у нас на Апленте. Пошла инфа. Многое зависит как раз-таки от Эдварда. Он играет через туннели. Гвардия накеляет у нас Нео. Зевс, я так думаю, слышит у нас игроков атаки. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это один из ключевых фрагов. Пистолетки. Если бы Даня Зевс просто индивидуально перестреливал бы сейчас одного игрока, возможно, бы Na'Vi брали бы этот раунд и выбивали Плэнта. Потому что Эдвард заходил у нас через боковой. Во-первых, Зевс бы выживал. Возможно, убивал еще и второго игрока, который перетягивался с эспан. Или, во всяком случае, тянул бы время. Но Эдвард бы сделал бы свое грязное дело. Но не судьба. В итоге Na'Vi проигрывал пистолетку. Но с этой пистолеткой и все остальные раунды. Эко-раунды. Поляки действуют слаженно. Вместе занимают у нас Плэнт. Взрывают бомбу. И все. Дальше у Na'Vi еще одно эко. Кстати, у Дани Зевса изгадил. Видите, поляки вообще не парятся. Всегда ходят четвером. И оставляют лишь одного игрока где-то на спине. Который играет. Ну, вот наиграл игру. И максимально собрано. Максимально сконцентрировано. Отыгрывает на этой точке. То есть, это не Сист, который побежал куда-то и умер. Здесь игрок четко выживает. Знает. Только спина. Просто смотреть на чек. Никакой агрессии. Никакого риска. Потому что нужно в первую очередь выжить. И это одно из основополагающих правил Counter-Strike. Лучше не убить. Лучше выжить. А убить можно всегда в другой момент. Хотя, конечно же, есть ситуации, где стоит постреляться. И без стрельбы ничего так же не произойдет. Virtus.A делает дефолт. Занимают они важные позиции. Нео келяет нас с Гвардиана. А где же был Гвардиан? А Гвардиан был вообще в вентиляции. Интересное решение от снайпера. Но, видимо, у Na'Vi не было денег на VP. И вот, опять же, очень решает, конечно же, не закупаться во втором раунде. Особенно игроку, который должен отыгрывать с АВП. И какой-то, который отталкивается с Накс. Неужели возьмет раунд 1-2 с красными ХП? 20 секунд. Идет на Б-плен. На Б-пленте. У нас, в принципе, есть игрок защиты. Но здесь я вообще шансов для Снакса не вижу. Бомба устанавливается! Ой-ой-ой-ой. И это тоже фейл. Большой фейл дать установить бомбу. В итоге хороший бай у нас у поляков. Еще сверху есть достаточно много денег. Ну и поляки, в отличие от команды Na'Vi, эко-раунды отыграли очень хорошо свои. В итоге, опять дело, это не дефолт. Na'Vi давали друг другу дропы. И, как обычно, это один из самых важных раундов. Благодаря которому, благодаря взятию которого, поляки очень хорошо укрепили свою команду. Поэтому разрушили экономику команды Na'Vi. Начинают поляки комбинить. Заняли они миддл, вдвоем проходят у нас в зигзаг. И, я понимаю, будут напрягать плент B, стягивать сюда игроков защиты. Там у нас уже практически два игрока. Ну, опять же, ошибка команды Na'Vi. Полный закрытый дефенс. Поляки вообще везде. Na'Vi дают зажать себя отовсюду. Нео у нас погибает, но начинают действовать другие игроки. И в итоге плент A занят. Давайте поставим паузу. Ну, слышал я о таком дефенсе, о таком варианте, когда можно, мол, закрыто сыграть. Но я абсолютно не поддерживаю этот вариант на карте The Season. Когда ты даешь... Ну, можно играть закрыто, например, когда один там на B очень четкий, жесткий игрок. Один в зиге как-нибудь стоит, смотрит мид. Ну, опять же, отсюда круто, ты никогда не посмотришь, да? Ну, в принципе, опять же, эту позицию можно осмотреть откуда-то отсюда, да? То есть не допустить зажима B со всех сторон. Здесь же все-таки, я думаю, нужно стоять, ну, опять же, не тут на хелпе, а как-нибудь на кондровском респауне, чтобы принимать эту точку. Опять же, очень важную позицию. Потому что, если вы отдаете этот пятак, вы даете проход террористам через хелпу, проход террористам через девятку, заход из мейна, заход через боковой. В итоге Na'Vi просто втроем были здесь. Да, один игрок где-то был на хелпе, и он вроде как сделал свой килл, но в этот момент игроки, которые принимали боковой и мейн, допустили индивидуальные ошибки. И, ну, вообще, я просто небольшой приверженец вот таких вот, знаете, лоб в лоб, когда все зависит. Хотя, опять же, в CSGO очень часто от этого расклада зависит практически все. То есть, когда каждый должен делать свой минус на точке. Я все-таки больше за такую старую какую-то школу на каком-то тимплее сыграть, когда там игрок может допустить ошибку, но при этом есть взаимное прикрытие, когда кто-то выручит. Но, с другой стороны, карта The Season, опять же, точек много. Но, с другой стороны, если бы команда Na'Vi заняла мидл по дефолту, не дала здесь сыграть полякам, они бы не сумели зажимать, или тут бы произошел размен уже на этом этапе, и тогда бы все поменялось. Тут же изначально был выбран вариант глубокого диффенса, и Na'Vi по итогу полностью отдали бок, отдали мейн, отдали мидл, и выход через хелпу просто в спину. Поэтому раунд был проигран, и до свидания, деньги, до свидания, все. Сейф от Гвардиана со Стариксом. Тоже верное решение. Найдут их, не найдут. Нет, их не нашли. Na'Vi делают волевой бай за счет двух девайсов. Откидывает у нас флешки ТАСС. Две под эти флешки у нас слепнет, должен слепнуть Даня Зев. Сделают они вместе хил. И вот он, кстати, вот она игра на размене. Видите? Вроде как игроки защиты свои хилы сделали. Старикс убил одного, Зевс разменял, Зевс убил одного. Да? И все. Но точка, это занято. Вот это просто классика. Опять же делаем паузу и показываем вам классику жанра. Ничего не придумали. Возможно, такой элемент это флешки от ТАЗа. Кстати, хорошие флешки. Возьмите себе на вооружение. Когда там четыре игрока действуют, можно закидать сюда через стеклышки по две флешки. Игроки, кто принимает там или отсюда, откуда-то, или с хилпы, могут ослепнуть. И, соответственно, террористы делают свои киллы. Но! Тут эти флешки ничего не дали. Команда просто подошла, увидела одного, разменялась, увидела второго, разменялась. Все, план занят, дымы закидали. Ситуация 3 в 3. Раунд должен быть взят командой Virtus Pro. Ваше счет будет 11 в 10. Вот он этот раунд. То есть, как бы ты не хотел выбить, все равно шансов больше, конечно же, у команды атаки в этой ситуации. Потому что они поставили бомбу, они заняли позиции. Игроки защиты перекягиваются, абсолютно не знают, где находятся их оппоненты. Итак, и так, и так, и так. Нави делают бай, причем нету АВП. За центр у нас отвечает. Теперь Гвардиан. Кстати, поляки делают свой стандартный раунд, когда они полностью положили только что смоки. И начиная действовать через мейн, Денис Костин, он же СИЗ забирает на взбьяли боковом. Ну и поляки, опять же, очень круто играют на размене. Хороший коктейль Молотова. Очередная ситуация в Кибере уже в большинстве, на меньшинство. Ну, здесь, опять же, стоит отдать должное полякам. Они сделали свой дэвчик, когда вот эту позицию засмочили, прошли через этот дымовой коридор через мидл на мейн, дальше вышли на А, ну и пошла просто заруба. Здесь уже плохо сыграли индивидуальные игроки команды Нави. Но, с другой стороны, вот опять же, СИЗ сыграл сам в боковом, сделал свой килл здесь, по-моему, да, СИЗ нам теперь играет у нас под аплентом. Он свой килл не сделал. Или Эдвард. Я не знаю, кто там крыл. Но, тут не суть в личностях. Здесь важно, что, мне кажется, все-таки стоит там побежать вдвоем в бок, в бок, да. Если бы они сыграли вдвоем в боковом, они бы приняли у нас точно так же игрока атаки и уже вдвоем попытались бы как-то разрулить. Хотя бы, а, нам бы плент отдали, но вдвоем бы выжили и из таких хороших позиций попытались бы делать выбивание. Здесь же Эдвард умер, СИЗ убил одного и так же умер и в итоге размен в пользу команды Virtus.pro. Нави нужно опять делать эко. Старикс остался с девайсом подсаженный. Делает свой килл. Остается Эдвард, кстати, один в один. Зевс, извините, Эдвард, выделяет. Была ситуация только что два в один. Вот опять же, нужно посмотреть, как у нас разыграли игроки. Давайте официально вернемся. Отматываю этот раунд назад. Интересно, как там Эдвард сыграл, будучи два в один, потому что только что команда Нави могла брать раунд и выигрывать игру благодаря этому раунду. Вот он у нас Эдвард. Стоит он за Иксом. Пошел размен. Бомба при этом на пленте. Эдвард должен еще один килл делать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, тут коммуникация страдает. Опять же, очень многие команды профессиональные говорят, что у Нави большие проблемы с коммуникацией. И как раз такие вот раунды это тому подтверждение. Просто игроки не разобрали. Зевс убивал одного, а Эдвард непонятно зачем действовал. Хотя нужно было просто прятаться и ничего не делать. Но тут игроки просто играли индивидуально. Опять же, каждый от себя. как говорится. В итоге Зевс пошел убил, а Эдвард пошел не убил. Нео погибает у нас от гвардии. Остается один таз против троих игроков команды Нави. Ну, здесь дефолт прошел нормально. Тут поляки себе позволили видимо как-то сыграть на индивидуалочку. Каждый пошел куда он захотел и в итоге раунд проиграл. Ну, даже не каждый куда захотел, а просто пошли и индивидуально Ох, неприятно только что было Дани Зевсу. Вроде как вентиляцию заметил игрока. В итоге Эдварда тоже видимо как-то увидели. Ну, вот расхлябанно. Если Зевс просто не заимил, хотя опять же ну, что-то не заимил. Нужно всегда имить, особенно в таких вот матчах важных. По сути это матч за выход из группы на первом месте. Там да, повезло, что поляки сейчас не в самой оптимальной форме и проиграли еще нескольким командам. Ничью сыграли с даттимами и нави все равно прошли. Но опять же нави если бы поляки играли на уровне нави играли на уровне тогда поляки бы раунд точнее поляки бы вышли с первого скорее всего и все было по-другому. Поляки решили пройти через мид нави делали волевуху собрались на точке и взяли раунд. Ну и вот последние раунды поляки выходят через мид подловили у нас гвардин неприятно начинают они вот все таки опять же игра на размене польской командой немножко получше постоянно они не дают себя просто так убивать в отличие от команды нави которая возможно сильнее индивидуально играет каждый игрок да и за счет этого порой парни берут важные раунды но вот добавить бы им немножко больше размена совместных каких-то действий просто ходить по двойкам по тройкам не допускать такой ситуации когда кто-то где-то сам мне кажется это намного бы повысило кпд команды в итоге бомба взрывается счет 15-13 один раунд остается команде виртус про до победы и вот опять же сиз на халпе а эдвард сам возле бокового очень далеко друг от друга неокеляет старикса старикса никто не разменивает в очередной раз гвардиан делает 2 килла правда вот опять же видите поляки шли на размен и поэтому гвардиан сделал 2 килла гвардиан делает первый и делает второй и только так можно победить там команду виртус про когда ты один справляешься с двумя хотя конечно же по теории вероятности такое происходит крайне редко и в итоге поляки эти раунды берут эдвард умер никакого размена сиз на халпе получает много гранат бомба устанавливается точку а нужно выбивать ну и конечно же как я уже говорил большое преимущество в таких ситуациях у игроков атаки а тут еще и был шанс все таки у гвардии на паш 4 килла 16-13 карта the season проиграна но опять же достойно у нас отыграла команда natus vincera но нужно поработать как раз таки особенно на таких картах когда ну все у нас решает размен никаких гранат никаких супертактик что от виртус про что от нави на сизоне нету просто ребята ходят друг за дружкой сначала контролят карту потом делают размен ходят размен ходят размен но увы с вами был Арсений Синя Треноженко надеюсь данный выпуск шоу цех 9 вам понравился пока пока пальчики вверх дорогие друзья нажимаем на эту кнопочку слева от меня и подписываемся на канал а также вы можете нажать на кнопку снизу чтобы посмотреть еще более увлекательные видео